В России появляется уникальный продукт – собственная разработка компании Yota под названием YotaFone. Впервые презентация необычного смартфона YotaFone состоялась в рамках выставки CES в Лас-Вегасе. Там он получил престижную награду, став лучшим среди мобильных устройств. Новая модель не похожа ни на какие другие аппараты, ведь это смартфон с двумя экранами, один из которых получил E-ink-дисплей, как в электронных читалках. Смартфон поддерживает 3G-4G-сети, у него 13-мегапиксельная камера и 32 гигабайта собственной памяти, а диагональ основного экрана составляет 4,3 дюйма. Если положить YotaFone на стол рядом с любым из новых флагманских устройств, то хорошо видно, что у него меньший экран по сравнению с аналогами и большие рамки вокруг экрана, а также нарушительная толщина. Но вся суть модели в изогнутом Yink-экране на задней поверхности. Фронтальная и тыльная части смартфона закрываются стеклом Gorilla Glass, боковины покрыты приятным софт-тач пластиком, сборка отличная. Смартфон с Yink-экраном будет оригинальным устройством на рынке, аналогов с такими возможностями у него просто нет. Yink работает отдельно от цветного дисплея и не зависит от него. Он работает постоянно, но учитывая, насколько низкое у него энергопотребление, это лишь положительным образом влияет на время жизни от одной зарядки. Таким образом, пользуясь старым черно-белым экраном, можно не оставлять без внимания важные дела и события, но в то же время получить очень хорошие показатели работы. События, которые попадают на Yink-экран, настраиваются по требованию пользователя. Например, смартфон может не показывать само содержание сообщения или отправителя, а только указать сам факт получения нового уведомления. Стоит понимать, что включить второй экран никак нельзя, поэтому он работает постоянно. Помимо всевозможных уведомлений, он покажет погоду, меняется набор отражаемых виджетов, настраиваются фоновые обои. Кроме того, присутствуют SDK-ли разработчиков, которые впоследствии могут поддержать оригинальную идею своим софтом. Пока же программ не очень много, но тем не менее, уже на старте можно укомплектовать смартфон набором полезных приложений. На дополнительный экран можно вывести данные с основного дисплея, если провести двумя пальцами сверху вниз. Получится статичное изображение, которое продублирует цветную картинку. Какой-то специфической оболочки для устройства не предлагается, внутри хорошо знакомый Android версии 4.2.2. В пьетофон отказались от стандартной идеи использования сенсорных кнопок под экраном. Взамен предлагается тач-зона, которая управляется жестами. Если провести слева направо, можно выйти с приложения. Движение справа налево аналогично кнопке назад. Вначале непривычно, потом к алгоритму можно адаптироваться, но вариант, безусловно, не самый удобный. Камера находится в непривычном месте, в нижнем левом углу задней панели. Из-за этого неудобно снимать в вертикальном положении, а если повернуть смартфон набок, то стоит следить за тем, чтобы не перекрыть случайный видоискатель пальцами. Во время съемки на монохромном экране отображается забавная заставка. В настройках можно включить HDR-режим, установить панораму, использовать фильтры, переключиться на фронтальную камеру. Максимальное разрешение 13 мегапикселей. Путь Yotafone на рынок был длинным и долгим. Представленный в начале этого года аппарат доводился до финального состояния много месяцев. Сама идея второго экрана, который дублирует основную с целью экономии энергии, безусловно, хороша сама по себе. Покупая смартфон, можно получить набор софта, который позволит оценить преимущество дополнительного дисплея. Всевозможные уведомления отлично видны на улице. Это проблема многих смартфонов, когда данные выцветают под солнцем. Но в то же время концепция управления неудобная. Вместо трех привычных сенсорных клавиш, тут сенсорная область спереди и сзади. Причем она реагирует на прикосновения не с первого раза. Так что Yotafone заслуживает внимание как отдельный продукт, способный привлечь внимание на рынке и создать прецедент. Таких устройств еще не было. Но цена на него достаточно высока, так что стать очень популярным он вряд ли сможет.